Не сесть в лужу старается каждый выходящий из станции метро Яшлек. У входа в подземку развилась огромная лужа. Хозяина, у которой, конечно, нет. Наши корреспонденты пытались выяснить, кто отвечает за возникшее неудобство и когда его устранят. Из маленького ручейка мини-озера. Всего за пару дней территория возле московского рынка превратилась в небольшой водоем. Подтопило так, что теперь и не пройти, и не проехать. Правда, огромной лужей уже никого не удивишь. Искать обходные пути и лавировать между машинами люди уже давно привыкли. Часто это лужи здесь. И когда строили метро, почему не предусмотрели, чтобы это не скапливалось? Люди пробираются кое-как вдоль стеночки. По стеночке и ступенькам близлежащих магазинов. Это единственный вариант, чтобы не сесть в лужу. В прямом смысле. Глубина лужи не более 5 сантиметров, но этого вполне хватит, чтобы намочить ноги. Опасность ее и в том, что мутная вода может скрывать все, что угодно. Галина Бахарева живет неподалеку. Каждый день забирает и отводит внучку в школу. Обходить лужу другими путями слишком далеко. Вот и приходится брать на руки ребенка и идти. Иногда дорожки ставят, не дорожки, а как поддоны делают. Так того и гляди, упадешь с них. А с ними пройти это вообще... А с колясками женщины идут, это вообще кошмар. Это видеть надо, как проходят. Грунт просел в результате строительства метро. Объяснили нам в Казметрострое. По словам представителей, Казметрострой ответственность за этот участок дороги несет компания «Полистрой», которая и укладывала дорожное полотно. Провал образовался по причине, получается, неправильно выполненной технологической обратной засыпки пазух. И на основании этого, то есть, что привело к просадке уже земполотна и щебеночного полотна. И асфальти бутона. То есть, наша организация обратную засыпку пазуху Грунтон не осуществляла. То есть, по абсолютной договоренности с Казметростроем, по весне это будет устранено. Минусовая температура немного облегчит ситуацию. Правда, придут и другие проблемы. Лужа превратится в каток.